Проблемы трудовых мигрантов возникают из-за незнания законов Российской Федерации иностранными гражданами, а также языкового барьера. Поэтому российская сторона заинтересована в том, чтобы тех, кто собирается на работу в Россию, готовили заранее на своей родине. Совсем молодые таджики или узбеки уже не знают русский язык так, как его знали их родители. Поэтому у них возникают здесь трудности. Незаконная миграция, отсутствие разрешения на трудовую деятельность, уход от налогов, а подчас и попадание в рабство. Все это недопустимо на территории Сочи. Тем не менее, как в предолимпийский период, так и сейчас мигрантов из Средней Азии много. Сейчас работы, как была до Олимпиады, нет, не существует. Поэтому проблематика была такая, что необходимо представителям национальных диаспор распределять потоки трудовых мигрантов. То есть они должны владеть ситуацией, соответственно, на рынке труда. Необходимо здесь в городе Сочи их соотечественники для шлен трудовой деятельности или нет? Или куда-то их перенаправить? Ведь мы прекрасно понимаем, что лица, которые не трудоустроены, это фактически совершение правонарушений. Мы не будем говорить о больших преступлениях, но, однако, мелкие правонарушения, хотя бы в рамках административного законодательства, они существуют. С начала года составлено 6000 административных протоколов. В спецприемнике находилось 800 человек иностранных граждан, которые по суду выдворили за пределы страны. Соответственно, они уже лишены возможности когда-либо сюда вернуться. На совещании присутствовали не только представители сочинских диаспор, а также делегаты из Адыгеи, Анапы, Геленджика и Краснодара. Задача для них одна – формировать группы трудовых мигрантов, которые готовы работать в России строго в соответствии с российским законодательством. Чтобы не допустить проникновения в нашу страну подвижников группировки «Исламское государство». Мы будем работать и взаимосвязывать с Республикой Таджикистаном. У нас есть, мы по газете будем распечатывать, чтобы все люди понимали, читали, узнали, что оказывается таких вот по закону. Мы донесем до своих статистиков. Организаторы встречи надеются, что обозначенная тема будет услышана. А это значит законность пребывания иностранных граждан в России и получение разрешения на трудовую деятельность.